В эфире телеканала Десна ТВ Новости. В студии работает Ксения Ложкова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Плановое заседание Депутатской комиссии. Положительный результат достигнут по 40 оси и показателям. Первый шаг в большую науку. Юные созидатели соревновались в научно-техническом творчестве. К бегу готов. В Десногорске состоялся трейловый забег. Всем бег! Всем бег! 13 мая в городской администрации состоялось плановое заседание Депутатской комиссии. В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы общественного и административного значения. Первым на заседании обсуждался вопрос о внесении изменений в положение об Общественном Совете. Поправка даст возможность избирать новых членов Общественного Совета, не дожидаясь официальных выборов. Это изменение коснется случаев, когда Общественный Совет лишится одного из своих участников добровольно или в силу обстоятельств, покинувших Совет. Общественный Совет, да, там люди работают на общественных началах, многие на основных работах очень заняты. И численность влияет на эффективность деятельности Общественного Совета. Иногда просто кворум собрать тяжело, поэтому удобнее и качественнее работать, когда Общественный Совет в полном составе. Также на заседании было озвучено мнение комиссии об отчете главы города о результатах своей работы и деятельности администрации за 2020 год. Положительный результат достигнут по 47 показателям, что составляет 78% от общего количества показателей. Снижение прошло по 13 показателям или 22% от общего количества показателей. Несмотря на удовлетворительную оценку работы администрации, депутатами были сформулированы и дополнительные вопросы. В основном речь шла о планах ремонтных работ по восстановлению дорожных покрытий. На заседании присутствовал председатель комитета по городскому хозяйству, к которому и обратились члены комиссии за изложением планируемых действий. Разрабатывается проект на капитальный ремонт автомобильной дороги Н3 от яхт-клуба до Рыбка, где будут проведены работы по замене слоев дорожной одежды и замене основных. Также будут там предусмотрены проекты ремонтные работы по тротуару вдоль автомобильной дороги. В этом году также отремонтируют дорогу от въезда в город до поста ДПС. Большая компания по локальному ямочному ремонту затронет все улицы города. Также на заседании комиссии рассматривался вопрос о признании, утратившем в силу решений о предоставлении городского отчета об исполнении бюджета. Этот и другие вопросы было решено вынести на предстоящую депутатскую сессию с рекомендациями принять. В Десногорске завершился ежегодный муниципальный конкурс «Открытие среди школьников 5-11 классов». Он предназначен для определения лучших творческих и учебно-исследовательских работ по математике, физике и информатике. Публичная презентация проектов прошла 14 мая на территории Центральной городской библиотеки. В итоговом этапе конкурса боролись за первенство 19 индивидуальных и коллективных работ, прошедших отборочный школьный этап. Вы в будущем создатели, вы сейчас уже создатели, вы сейчас создали свои проекты, и я надеюсь, что и дальше вы будете идти по дороге, научной дороге, научных изысканий. Талантливые школьники получили возможность проявить себя и показать свою заинтересованность в актуальных вопросах современной науки. «Мне было интересно узнать о том, как можно использовать возобновляемые источники энергии, такими, как, например, является вода. Потому что вне возобновляемые источники энергии, они уже исчерпываются». В практической части проекта конкурсанты продемонстрировали разнообразие творческих идей и изобретательность при их воплощении. Работы по информатике представляли собой электронные презентации, а результатами деятельности юных физиков и математиков стали макеты и даже роботы. Особый интерес участников был направлен на энергетическую сферу. «Это сердце атомной станции, это ядерный реактор. Атомная энергетика сейчас довольно популярная отрасль. И, в принципе, очень интересно узнать, как работает ядерный реактор, если ты живешь в атомном городе». Членами жюри стали учителя математики, физики и информатики школ города, а также представитель Смоленской атомной электростанции и молодежного совета. «Мне очень приятно, что в нашем маленьком городе столько много людей, которые стремятся к изучению чего-либо нового, помимо школьной программы, того базового курса, который дает школьная программа, а стремятся опознавать что-то новое и не только в теоретической стороне, а сами своими руками на практике создают проекты и их реализовывают». Первым в номинации «Проект по математике и информатике» стал ученик второй школы Андрей Гавриленко. Первое место в номинации «Проекты по физике» заняла Кристина Кропачева, ученица школы номер три. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. 19 мая в СССР отмечался День пионерии. Пионерское движение ушло в прошлое, но неофициально праздник продолжают использовать в качестве темы для проведения досуговых мероприятий. Так, 15 мая профсоюзной организацией Смоленской атомной электростанции и городским спорткомитетом был организован открытый кроссовый забег в «Пионер Трейл-2021». Легкоатлетическое соревнование существует уже два года. Оно проходит в районе деревни Генина на месте, где когда-то проводили съезды пионерских дружин. Старая традиция, потому что в пионерии были положительные моменты, вот эти же сборы, какие-то соревнования, какие-то мероприятия. И мы как бы решили вот эту связь поколений соединить. На стартовой площадке собрались почти 80 человек из Рославля и Десногорска. Возрасту участников соответствовали 12 забеговых категорий. Самая младшая группа – дети 2010-2011 годов рождения. Самым старшим участникам – за 60. Я сегодня шел на просто такое хорошее спортивное мероприятие, вспомнить молодость в свои годы. Тоже пионерский, был пионером, поэтому часы даже не брал. Да, ради интереса, ради вот этого события, ради людей, ради встречи с друзьями. Среди участников соревнования – профессиональные спортсмены, а также фанаты бега и школьники. Расстояние для забеговых групп было различным. Дети и женщины бежали 2,8 км, мужчины – 5 км. Для меня это личный рекорд, потому что 2,5 км и второе место мне понравилось. Пионерская горка полностью соответствует специфике кросса. Пересеченная местность со сложным холмистым рельефом. Трудность трассы – это главное условие трейлового забега. Его цель – преодоление себя и оценка собственных возможностей. Бывает грязь, различные броды, какие-то горки. Вот здесь, допустим, три горки были очень крутые, очень крутые. Там даже некоторые помогали руками, да. Но с другой стороны, я спросил у детей, говорю, ну как вам? И они сказали, да, очень интересно. На финише всех участников забега наградили оригинальными медалями. Призеры соревнования получили дополнительные награды и памятные призы. Ксения Ложкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ. В конце выпуска о погоде. 20 мая в Десногорске ожидается дождь, возможно, гроза. Днем температура до плюс 16, ночью до плюс 10. На сегодня выпуск завершен. С вами была Ксения Ложкова. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!